Глава 10. Как обучить волю свою, чтобы она во всех делах своих, внутренних и внешних, как последней цели искала одного благоугождения Богу? Кроме обучительного упражнения ума своего, надлежит тебе управлять и волею своею так, чтобы не позволять ей склоняться на пожелания свои, а, напротив, вести ее к тому, чтобы она совершенно единою была с волею Божьей. И при этом добре содержи в мысли, что недостаточно для тебя того одного, чтобы желать и искать всегда благоугодного Богу, но надлежит еще при том, чтобы ты желал этого как движимый самим Богом и для той единой цели, чтобы угодить ему от чистого сердца. Для устояния в таковой цели мы имеем выдерживать более сильную борьбу с естеством своим, нежели при всем том, о чем говорено выше. Ибо естество наше так склонно к угождению себе, что во всех делах своих, даже самых добрых и духовных, ищет успокоения и услаждения себя самого, и этим незаметно и утаенно похотливо питается, как пищей. Отсего бывает, что, когда предлежат нам духовные дела, мы тотчас вожделеваем их и устремляемся к ним, однако ж не как движимые волею Божию или не с тою одною целью, чтобы угодить Богу, но ради того утешения и обрадования, которое порождается в нас, когда вожделеваем и ищем того, чего хочет от нас Бог. Таковая прелесть бывает тем скрытнее и утаеннее, чем выше само по себе и духовнее то, чего вожделеваем. Почему я и говорю, что не должно нам довольствоваться тем одним, чтобы желать, чего хочет Бог, но надлежит еще желать сего, как, когда, почему и для чего хочет того Он? И апостол заповедует нам искушать, что есть воля Божия, не только благая, но и угодная и совершенная по всем обстоятельствам, говоря, не сообразуйтесь о веку сему, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Во еже искушать и вам, что есть воля Божия, благая и угодная и совершенная. Ибо если в деле будет недостаток хоть по одному какому-нибудь обстоятельству, или если мы будем совершать его не от всего произволения и не всеусиленно, то явно, что оно несовершенно и есть и именуется. Заключая из всего, что даже когда вожделеваем мы и ищем самого Бога, то и в этом деле могут иметь место некие неправости и опущения, и в него могут прокрадываться своего рода льщения нашей к себе любви или нашего самолюбия, так как при этом часто имеем мы в виду паче собственное наше благо для себя самих, чем волю Божию для самого Бога, который благоугождается делами только во славу Его творимыми, и хочет, чтобы мы Его одного любили, Его одного вожделевали и Ему одному работали. Итак, если ты, братья мои, желаешь предохранить себя от таких утаенных препон на пути к совершенству, если желаешь успешно установиться в таком благонастроении, чтобы и желать, и делать все только ради того, чего хочет Бог, только во славу Его и для благоугождения Ему, и для работания Ему одному, желающему, чтобы в каждом деле нашем и в каждом помышлении нашем Он один был и началом, и концом, поступай следующим образом. «Когда предлежит тебе какое дело, согласное с волею Божией или само по себе хорошее, не склоняй тотчас воли своей к Нему и не вожделивай его, если прежде не вознесешься умом своим к Богу, чтобы яснить, что есть прямая воля Божия на то, чтобы желать и совершать такие дела, и что они благоугодны Богу. И когда так сложишься в мыслях, что самую волею Божией будет определяться у тебя склонение воли твоей, тогда вожделивай его и совершай ради того, что сего желает Бог, ради одного Ему благоугождения и лишь во славу Его». Равным образом, когда желаешь отклониться от того, что несообразно с волею Божией или нехорошо, не тотчас отвращайся от того, но прежде прилепи око ума своего к воле Божией и уясни себе, что прямая есть воля Божия, чтобы ты отклонился от сего для благоугождения Богу. И болезнь естества нашего крайне тонка и немногими распознается. Оно утаенно ищет одного своего сии, а между тем, по видимости, так ведет дело, что нам кажется, будто единственная у него цель – благоугождать Богу, чего на деле поистине нет. Таким образом, часто случается, что желая или не желая чего-либо собственно для себя, свою угоду, мы думаем, что желаем или не желаем того единственно для угождения Богу. Чтобы избежать такого самопрельщения, исключительное средство – чистота сердца, которое состоит в совлечении ветхого человека и в обличении в нового. К этому направляется вся невидимая брань. Желаешь ли научиться искусству, как это делать? Послушай. В начале всякого своего дела надлежит тебе соблесчись, насколько возможно, всякого собственного хотения и не желать не делать, не отклоняться от дела, если прежде не восчувствуешь, что тебя к тому подвигает и устремляет единственно сознание на то воли Божией. Если во всех своих делах – внешних, а наипаче внутренних, душевных, не можешь ты всегда действительно чувствовать это подвижение от Бога, удовольствуйся возможностью Его в тебе, а именно всегда имей искреннее такое настроение, чтобы во всяком деле ничего не иметь в виду, кроме единого угождения Богу. Чтобы действенно чувствовать подвижение от Бога на дело, это бывает или через божественное просвещение, или мысленное озарение, в коих чистым сердцам созерцательно открывается воля Божия, или через внутреннее вдохновение Божие, внутренним неким словом, или через другие действия благодати Божией, в чистом сердце действуемое, как то теплоту животочную, радость неизреченную, взыграния духовные, умиление, сердечные слезы, любовь Божественную и другие боголюбивые и блаженные чувства, не по воле нашей бывающие, но от Бога, не самодеятельно, а страдательно. Всеми такими чувствами удостоверяемся, что то, что ищем сделать, есть по воле Божией. Прежде же всего надлежит нам теплейшую и чистейшую высылать к Богу молитву, всеусердно моля Его однажды, дважды и многажды просветить тьму нашу и вразумить нас. «Трижды помолись», говорят великие старцы в Арсенофе и Иоанн, «и потом, куда склонится сердце твое, то и делай». Не следует притом забывать, что при всех исчисленных внутренних движениях духовных образующиеся в тебе решения должен ты поверять советам и рассуждениям опытнейших. В отношении к делам, которых совершение должно длиться или навсегда, или более или менее долгое время, не только в начале приступания к ним надлежит иметь в сердце искреннее решение трудиться в них только для угождения Богу, но и после, до самого конца, должно подчасто обновлять такое благонастроение. Ибо если ты не будешь так поступать, то находиться будешь в опасности быть опять оплетенным узами естественной к самому себе любви, которая, клоняясь более к самоугодию, нежели к богоугождению, с продолжением времени нередко успевает незаметно уклонить нас от первоначального доброго благонастроения и доводить до изменения первых добрых намерений и целей. Посему-то Григорий Синаид и написал, «Каждочасно внимай и настроению воли своей с тщательным рассмотрением, куда она клонится, по Богу ли, ради ли самого добра и для пользы душевной сидишь ты безмолвствуя, поешь, читаешь, молишься и другие проходишь подвиги, чтобы иначе без своего ведома не окрадывать тебе самого себя». Посему, кто не внимает добре сему, тот после того, как начнет делать какое дело с единственную целью благоугодить Господу, потом мало-помалу, нечувствительно вводит в то дело и самоугодие, находя в нем и своим пожеланием удовлетворение, и в такой степени, что уже совсем забывают о воле Божьей. И связывается он услаждением от того дела так сильно, что если сам Бог воспрепятствует ему исполнять его или посредством болезни какой, или через искушение от людей и бесов, или другим каким образом, он возмущается против того весь и нередко осуждает то одного, то другого, что послужили ему препоной в любимом ему течении дел, иной же раз ропщет на самого Бога, что явным служит признаком, что их сердечное настроение не Божие, а породилось от поврежденного и гнилого корня самолюбия. Ибо кто подвигаем бывает на дела одним сознанием воли Божией на то и одним желанием угодить через то Богу, тот никогда не вожделевает одного дела паче другого, хотя бы одно из них было высоко и велико, а другое – низко и малозначительно, но одинаковое имеет расположение воли к обоим им, поскольку они угодны Богу. Посему таковый, высокое ли и великое какое дело делает, или низкое и малозначительное, равно бывает покоен и доволен, потому что всесторонне объят он главным своим намерением и главную своею целью, всегда и во всех делах своих быть лишь благоугождающим Богу, в жизни ли то, или в смерти, как говорит и апостол, тем же и чимся, аще входяще, аще отходяще, благоугодней ему бытьи. Всего ради, возлюбленнее, будь всегда в себе внимателен и сам в себе сосредоточен, и старайся всячески направлять дела свои к сей исключительно цели. Если когда подвигнут будешь на какое-либо дело и по такому побуждению душевному, чтобы избежать мучений ада или получить в наследие рай, то ты можешь и это мысленно направить к последней цели твоей, благоугождать Богу благоухождением в воле Его, потому что Бог хочет, чтобы ты вошел в рай, а не отошел в ад. Это побуждение или эта цель благоугождать Богу и познать никому невозможно вполне, какую они имеют силу и мощь в духовной жизни нашей. Ибо пусть какое-либо дело будет по себе самое простое и последнее, но когда оно творится единственно для благоугождения Богу и во славу Его, тогда оно бывает несравненно ценнее в очах Божиих, нежели многие другие высокие, славные и величайшие дела, совершаемые не с этой целью. Посему для Бога приятнее видеть, когда ты один динарий дашь бедному стою лишь целью, чтобы благоугодить божественному Его величеству, нежели когда ты обнажился бы от всего своего имущества с другой какой целью, даже стою, чтобы получить небесное благо, хотя такая цель и добра, и желательно. Этот внутренний подвиг, который должен тебе держать в каждом деле, подвиг направлять свои мысли, чувства и дела к одному благоугождению, сначала покажется тебе трудным, но потом он сделается легким и удобным, если, во-первых, непрерывно будешь упражняться в таком духовном делании, а во-вторых, всегда будешь возгревать в себе вожделение Бога, к Нему воздыхая живым истремлением сердца, как к единому совершеннейшему благу, достойному того, чтобы его искать для Него самого, Ему служить и Его любить паче всего другого. Такое искание беспредельного блага в Боге, чем чаще будет происходить в сознании и чем глубже будет проникать в чувства сердца, тем чаще и тем теплее будут совершаться сказанные действия воли нашей, и тем скорее и удобнее образуется в нас навык всякое дело делать по одной любви к Господу и по одному желанию благоугодить Ему, наидостойнейшему всякой любви. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok